Традиционно накануне Международного дня инвалидов в бассейне «Дельфин» состоялись соревнования «Веселые старты». В составе каждой из команд было по трое ребят с ограниченными возможностями. Не обращая внимания на физические недуги, дети дружно боролись за победу и просто весело проводили время вместе. Вот уже на протяжении 20 лет коллектив оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» изо дня в день помогает инвалидам бороться с их недугом. Центр работает по инновационной программе интеграции в общество детей с ограниченными возможностями. Его воспитанники неоднократно становились участниками паралимпийских игр. А с 1998 года «Дельфин» стал членом Ассоциации плавательных бассейнов России. Но это не просто учреждение с длинным списком заслуг. Это место, где особенные ребята чувствуют заботу и помощь со стороны педагогов. Основная задача любого педагога – это любовь. И желание научить, обучить ребенка, дать ему какие-то новые навыки, передать ему свой опыт. Среди воспитанников «Дельфина» ребята с разной судьбой. У кого-то инвалидность врожденная, у кого-то приобретенная. Два года назад в бассейн пришел Виталий. Страшная автокатастрофа и юный, симпатичный молодой человек навсегда остался инвалидом. Но он не упал духом. Окончил школу, сейчас работает и строит планы на будущее. В его мечтах связать свою жизнь с плаванием. Ему тяжело, но, видя результаты, он продолжает заниматься. Я хочу сказать, что тренинг, чтобы они заниматься так и дальше продолжали. Хорошо заниматься. В бассейне «Дельфин» регулярно проводят разного рода спортивные мероприятия, в том числе с участием ребят с ограниченными возможностями. В честь Международного дня инвалидов в развилке были организованы соревнования «Веселые старты». Четыре сборные, где здоровые и особенные дети, сплотившись, вместе боролись за первое место. Победителями стали сразу две команды – «Оптимисты» и «Комета». Всех участников «Веселых стартов» наградили памятными подарками и сладкими сюрпризами. Я думаю, дети с ограниченными возможностями такие же, как и все. Просто у них есть некоторые недостатки, и на это не надо обращать внимания. Их надо понимать, их надо принимать. Им надо доказать то, что они такие же, как и другие. И никаких поблажек у них быть не может. Ты хочешь получить в жизни все, значит, ты должен это делать. И они с удовольствием это делают. Какими бы сильными духом не были ребята с ограниченными возможностями, в первую очередь они просто дети, которые хотят жить полноценной жизнью, учиться, общаться со сверстниками, заниматься спортом. И благодаря таким оздоровительным центрам, как «Дельфин», у них появляется возможность наслаждаться всем этим. Юлия Погосян, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.